Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас сразу две делегации на производстве. Чтобы не повторяться, попрошу об этом рассказать руководителя группы. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кордикова Елена Ивановна, я преподаватель Белорусского государственного технологического университета, в котором у нас готовят специалисты по двум специальностям. Одна из них – это конструирование производства изделий из композиционных материалов, как раз-таки та область, в которой работает компания Skyway. Сегодня мы попросили руководство компании провести экскурсию для студентов данной специальности в рамках нашей учебной ознакомительной практики. И для второй специальности, вторая группа подойдет немножечко позже, это производство изделий на основе трехмерных технологий. Даже я с достаточно большим опытом знакомства с оборудованием, которое есть на практически всех предприятиях Республики Беларусь, которые работают в области полимеров, тем более в области композиционных материалов. В общем-то я была впечатлена здесь оборудованием, которое, наверное, в единичном варианте находится именно в нашей стране. Поэтому я так думаю, что для студентов это не просто опыт знакомства с изделиями из композиционных материалов, но и сами технологии, сам процесс от нуля получения каких-то исходных мастер-моделей до конечного продукта. Ну и, в общем-то, повторюсь еще раз, это уникальная технология, уникальная возможность. Самое первое впечатление, когда я пришел на предприятие, было очень даже положительным. То есть, в первую очередь, меня привлекло то, что довольно новое оборудование, и, в принципе, все комнаты для персонала и рабочие места, во-первых, соответствуют санитарным требованиям, во-вторых, ну, банально все рассортировано по полочкам. Видно, что специалисты мастера своего дела. Проводил нам, получается, экскурсию руководителя предприятия, рассказывал очень интересно, живо, рассказывал даже свою автобиографию, и показал несколько своих наработок, ну, и, собственно, начать обславиться предприятие. И я скажу честно, мне было бы очень интересно через пару лет проходить практику в этом месте. Ну, я надеюсь, что у вас все получится, и будем рады увидеть вас вместе с нами, коллега. Благодарю. Я вот прошла вместе с ними, я увидела, как у них загорелись глаза на выходе, это было просто, ну, мне это кажется, восхищение. Я надеюсь, что и руководство Skyway, и я надеюсь, что и студенты будут проситься сюда на практику с дальнейшей возможностью работы. Впечатления о данном заводе Skyway у меня только положительные. Впечатлило то, что данный завод рассматривает полноценную жизнь для инвалидов, и может дать им это, и для этого производятся данные разработки. Это электромобиль, который может управлять любой человек с ограниченными возможностями, и это может дать ему полноценную жизнь, такой же, как живем и мы. Спасибо большое. Вот странно, вы вроде молодой, здоровый. Почему вас так интересует тема организации достойной жизни для людей с ограниченными возможностями? Со мной в жизни случилась одна ситуация, из-за которой я мог остаться инвалидом, но все это закончилось благополучно и для меня. То есть у меня была травма, это было падение с окна, и врачи прогнозировали не очень лучшую ситуацию. Но я делался просто пробитым легким. Поэтому на данный момент меня данная тема очень интересует, потому что в такой ситуации может оказаться каждый человек. Мне бы хотелось работать на данном предприятии, потому что это достаточно интересно. Еще буквально дня два-три назад я говорил о том, что мне это не нравится, потому что практика проходила в университете. То есть это было достаточно скучно. Но после того, как я побывал на этом предприятии, мне все понравилось, и я бы хотел связать свою жизнь в дальнейшем. Возможно бы даже с этим предприятием, если будет хватать каких-то навыков, которые будут удовлетворять данное предприятие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok